Чтобы попасть на небеса, мы нуждаемся в полной трансформации. Мы нуждаемся в ней как отдельные люди и как церковь в целом. Настало время говорить об этом, ведь к нам относится весть о том, что прямое свидетельство вызовет просеивание. Продолжение следует... Студия Изумительные Открытия И бастер Вальдер Вайс представляет серию тем под названием «Полная трансформация». Мы должны будем пережить полную трансформацию. Ничего кроме этой манны. Ничего кроме манны. Весть о здоровье... Вообще-то великолепная весть, не правда ли? Мы делаем из нее большую проблему, когда ссоримся и настаиваем на чем-то. Но на самом деле эта весть прекрасна. Она логична. Она полна пользы. Но опять же, не бывает спасения через соблюдение диеты. Мы не спасаемся неправильной едой, неправильными поступками и так далее. И даже не спасаемся уверенностью в том, что мы все правильно понимаем. Это весь очень логично. Мы все имеем багаж, так сказать, Вавилона и Египта, и поэтому не лучше всех остальных. И в начале Библии мы читаем «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Такова наша первоначальная диета. Если смерти в ней не предусмотрена, да будет так. Кто-то скажет, растения – это тоже живое существо. Все равно кто-то должен умереть. Нет, нет, живые существа имеют в своих телах кровь. Растения не имеют крови. Они не имеют нервной системы. Они – живая еда. Они были созданы для еды. И мы имеем эти растения, и Бог говорит, это ваша еда. Весьма понятно и логично, что на планете, где нет смерти, нет боли, никто не будет есть даже домашних животных. Потому что если придет кто-то к вам в гости и съест ваше домашнее животное, вы будете очень расстроены. У нас есть друзья из Южной Африки. Они держат овцу, как домашнего питомца. Конечно же, все так и норовят подшутить по поводу этой красивой овечки. Или прямо предлагая приготовить из нее что-то вкусное. Но хозяйка очень расстраивается от этих разговоров. Она любит свою овечку и охраняет ее. И эта смерть немыслимая для нее, как это было в самом начале. Пророк Исаия, говоря про новую землю, гласит, «Лев, как волк, будет есть солому, ягненок с леопардом, все остальные будут лежать вместе и не будут причинять зла и вреда на всей горе моей», говорит Господь. Я не собираюсь повторять здесь свои научные лекции, в этом нет нужды. Всякий желающий может найти их и просмотреть. Если кто-то желает прочесть книгу, пожалуйста. Книга нуждается в переиздании, все нуждается в переиздании. Мы будем говорить о духовном значении. Наша диета была с самого начала веганской, не так ли? В будущем она также будет веганской. Данное слово часто звучит как свернословие в этой церкви. Не произносите термин «веганская диета». Я заметил интересную деталь. Куда бы я ни направился, передо мной всюду отправляются письма. Не позволяйте ему говорить о питании. Он говорит о веганстве. И меня вызывали раз в шесть-семь представители высочайшего эшелона церковной власти, уровня дивизионов, и говорили, «Ты не будешь говорить о веганстве». «Простите, но буду», — отвечал я. «Ты не будешь говорить о том, что это не принято церковью. Меня не сколько интересует принятая церковь, сколько принято и мной. Меня интересует только то, что сказано в Библии и в духе пророчества. Вот что принято мной. Я не знаю, что вы кушаете, меня это не волнует. Ешьте все, что хотите». Эти ответы вызывают гнев. Один из представителей в дивизионе, или представитель дивизиона на съезде «Вера и наука», при первом же взгляде на меня, я не знал его совсем, но он, очевидно, знал меня. Возможно, он видел мои видео-лекции. Он увидел меня возле входа в отель. Отель был большой. Мы с женой гуляли вместе. Этот человек подбежал к нам, взглянул на меня и сказал, «Вы Вальтер Вайс?» «Да, это я». «Я ем мясо!» – прокричал он во весь голос. Таким было его приветствие. «Я рад за вас!» – отвечаю я. «Ешьте, что хотите». «Ешьте хоть тараканом». Он ушел, испуская пар. Мы зарегистрировались как участники конгресса, вернулись к лифту, нажмали кнопку. В лифте было много людей, адвентисты и неадвентисты. Этот человек с криком пробежал через весь вестибюль. И когда двери лифта уже закрывались, он подставил ногу между ними, чтобы они снова открылись. Взглянул на меня и прокричал, «Эд, это все ты и твоя глупая Эллен Вайт!» Интересно, не так ли? Я подумал, что в вести о питании есть что-то такое, что людей очень тревожит. Я рассказываю эти истории без имен и подробностей, просто для описания ситуации, без стремления кого-то пристыдить. Просто люди ведут себя интересно, и мы с ними из-под одной церкви. И Библия говорит мне, «Люби этих людей!» «О, как же мне полюбить этого человека!» Но ничего не поделаешь. Вообще-то, он довольно интересен. Он написал целую петицию в один из наших университетов, указывая на меня как на опасного человека, что касается библейских манускриптов. И он написал целую рецензию о книге, которую я написал. Она называется «Истина имеет значение». Она также написана на немецком языке. И он раскритиковал все, начиная от названия книги, а также все ее содержание. Итак, неужели мы сможем ответить и согласовать все возражения даже со стороны представителей дивизион? Он, конечно, заявлял о том, что Библия должна подчиняться научным данным, а не наука подчиняться Библии. Конечно, при таком отношении мы будем иметь соответствующие результаты. Если вы понаблюдаете за некоторыми из делегатов во время общих приемов пищи, вы сможете определить, каких позиций они придерживаются, и за что они будут голосовать, судя по тому, что у них в тарелках. И точность будет довольно высокой. И это не осуждение, это просто наблюдение. Это научное исследование. Я могу провести такое статистическое исследование, вывести средние данные, которые будут весьма близкими к реальной верности. Поэтому дело не только в пище. Дело в битве, которая происходит на уровне ума, в борьбе на мыслительном фронте. Почему сыны Израилевы так сильно противились этим истинам? Что превыше, голова или желудок? Голова важнее и выше желудка. Почему же в нашем мире желудок превалирует над головой? Мы можем продолжать и продолжать эту беседу, приводя пример за примером. Голова должна контролировать все остальное. Иисус сказал, будут есть и пить. Очевидно, что эти вопросы будут стоять остро в последнее время. Они будут спорными. 16 глава книги Исход. «И возрабтало все общество сынов Израилев на Моисея и на Аарона в пустыне». Это очень распространенное явление. «И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание этого морить голодом». Говорят, как новообращенные, не так ли? «И сказал Господь Моисей, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Это серьезный вопрос. Это испытание? Это буквальная проверка. «А в шестой день пусть заготовляет, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». «И сказал Моисей, «Узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него, а мы, что не на нас ропот ваш, но на Господа». Двенадцатый стих гласит, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насоситесь хлебом, и узнайте, что я Господь Бог ваш». «Вечером налетели переплы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле». И увидели сына Израилева, и говорили друг другу, «Что это? Моя жена советует мне говорить «манна». Это будет слишком по-немецки. Я должен говорить «менна». Она не советует говорить «манна». «Мена». «Ибо не знали, не задумывались, что это». И Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». И когда вы смотрите на это слово, переведенное как «манна», оно буквально значит «что это?». Это забавно. «Что это?» «манна». Это и есть «манна». Слово, буквально взятое из вопроса «что это?». «Да что же это такое?» Спрашивал я себя, придя в эту церковь. «Что на этих тарелках?». И сказал им Моисей, «Никто не оставляя сего до утра». «Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, «Вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня». Итак, имел ли этот хлеб какую-то связь также из субботы? «Разве суббота не является печатью в Божьем законе, символом Его власти, символом Его владычества, символом Его искупления?» Она символизирует много. «Что надо было печь, пеките, и что надо было варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». Итак, это можно было печь, можно было варить, возможно, даже можно было есть это сырым. Из этого продукта можно было делать много блюд, подобно как из бобов сои. «И отложили до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем». Итак, каждую пятницу происходило удивительное чудо. «Оставленная манна портилась каждый другой день, но собранная в пятницу сохранялась два дня и не имела ни червей, ни порчи. И сказал Моисей, ешьте это сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирать его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день». «И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была как кориандровое семя, цвет был белый, вкусом же как лепешка с медом». Что символизирует белый цвет? Праведность. Мед символизирует сладкий и милый характер. Псалтыр, 118, глава, стих 103. «Как сладки гортани Моей слова Твои! Лучше меда уста Моим!» Откровение 10.9. «И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в очереве Твоем, но в устах Твоих будет сладка, как мед». Мы снова взглянем на типологию. В ней содержится все Евангелие. Она прекрасна. Иоанна 6, глава. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущие его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам вам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Итак, манна – это символ Христа. Вот почему ее положили в сосуд, и она не испортилась. Ее положили прямо вовнутрь Ковчега Завета, и она не портилась там. «Этот хлеб был вечным, не портящимся. И она падала каждый день. Она была бела и сладка. Она напоминала о праведности и о спасении. И ее должны были есть каждый день. Ее должны были собирать каждый день. «Слово Твое было для меня сладко, как мед». Что же нам нужно делать каждый день нашей жизни, говоря типологическими терминами? Нам нужно употреблять вовнутрь Слово Божье. Каждый день нашей жизни мы нуждаемся в этом. Никто не сможет прожить на основании вчерашнего опыта. Это невозможно. Нам нужен ежедневный опыт. Нам нужно каждый день выходить на сбор манны. И люди часто говорят, не имеет значения, какой день вы соблюдаете. Каждый день является субботой. Но ведь каждый будний день вы трудитесь и выполняете свои дела, чтобы в пятницу собрать в два раза больше, и чтобы все это сохранилось и не испортилось. Потому что в субботу Господь желает иметь с вами особенные взаимоотношения с вами, которые исключают ваш повседневный труд для того, чтобы иметь еду. Предусмотрено ли здесь суббота? Предусмотрено, как и все остальное. Сколько Евангелий содержится в символе манны? Можно раскрыть весь план спасения на одной только манне. В какой день умер Иисус? В пятницу. И, ваше глядь Марка ясно об этом говорит. Это было не в среду, а в пятницу. Затем Он лежал в могиле всю субботу и воскрес в первый день недели. Я ученый. Библия говорит от имени Бога. «Святые мои не увидят ленья». Как ученый, я знаю, что если кто-то умер, он моментально начинает разлагаться. В тот же момент. Вопрос не в том, что кому-то удастся избежать разложения после своей смерти в течение даже нескольких часов. Не имея специального оборудования для поддержания жизненной функции. Тело будет разлагаться. Поэтому манна свидетельствует мне о том, что Бог совершал чудо в пятницу, превращая гниение манны, символизирующей тело Христа, которое не сгнило в могиле, в котором не появились черви в субботу. и Он воскрес в первый день недели. Итак, мы видим здесь план спасения. И нам необходимо принимать вовнутрь свою манну все время. Нам нужно принимать Христа. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Если я не принимаю Христа, не усваиваю Его, если не имею Его вмененной и наделенной праведности, во мне не может быть жизни. Только в Нем я могу иметь жизнь». Христианский путь лежит через смерть в воскресенье в Нем. Однако современное христианство говорит, «Иисус заплатил всю цену искупления за меня полностью». Но это еще не все, потому что истинное христианство требует вашей и моей смерти. Нам нужно умереть. Ветхий человек должен умереть, а также воскреснуть новым человеком. поэтому дело не только во Христе, который умер за меня, но и во мне, который должен умереть в Нем. Вот что такое истинное христианство. И это непросто, потому что ветхий человек не хочет умирать. Какой же тест и признак, кроме вашего образа питания, может быть, лучшим образом символизировать вашу смерть для своего Я. И, конечно, если вы этот образ питания будете выдавать за свою праведность, то вы просто фарисей. Мы не заслужили ни малейшей награды за то, что стали веганцами, даже самая малюсенькая, ни одной, абсолютно. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Прочтем это снова, всякий усваивающий мой характер воскреснет в последний день. Вот, что это значит. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Жизнь в крови написана в Писании. Поэтому без употребления его крови, без усваивания его характера, я вовсе не имею жизни. Вечная жизнь это дар от Бога, и я не могу ничего к этому добавить. Поэтому в моем образе жизни не будет никакой моей праведности. Все так просто, но многие верят в то, что их праведность заключена в их образе жизни. Нет, это символ. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Это великолепно. если вы во Христе, то он должно быть покрыл вас, верно? Вы внутри него. Как это называется? Оправдание. Если он в вас, то что это такое? Это наделенная праведность или освящение. И все это мы можем найти в образе манны. Библия говорит, что им проповедовалась Евангелие в тенях и образах. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет мною, говорит Иисус. Что за странные слова Иисус пытается вложить в наши уши? Разве не так думали слушатели? Они не понимали, не могли связать всего сказанного. Сей это хлеб, сей это есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей будет жить вовек. Вовек. Не понимая этого принципа, мы не будем иметь жизнь. И сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните манную гамор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. Там была манна, которая никогда бы не испортилась. Она была символом постоянного присутствия Христа во искупление наших грехов. Все Евангелие содержится в одной только мане. Изумительно. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гамор маны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения. И как повелел Господь Моисей, сыны Израиля ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. Итак, манна служила образом более великих реалий. И ее прообразная роль закончилась, когда они вошли в ханаан. Но реальность, на которую она указывала, продолжает существовать. Поэтому нам необходимо принимать манну до тех пор, пока мы не будем в ханаане. Нам необходимо усваивать Христа каждый день нашей жизни, ходить с Ним каждый день нашей жизни. Мы не можем прожить на вчерашнем опыте, мы можем вспомнить о нем, но не сможем прожить на его основании. Наша гордость должна быть унижена и повержена в прах. Нам необходим голод и жажда праведности. Мы имеем историю манны. Он смирял тебя, написано в книге Второзакония, томил тебя голодом и питал тебя манны, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек. Конечно, последующие слова содержатся не во всех манускриптах, и я не хочу быть конспиратором, но тем не менее, всяким словом исходящим из Господа живет человек. Второзаконие 8.3 И знай в сердце твоем, что Господь Бог учит тебя, как человек учит сына своего, поэтому храни заповеди Господа Бога твоего, чтобы ходить путями его и бояться его. Второзаконие 8.6 питал тебя в пустыне манною, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя. Итак, являются ли вопросы питания исключительно вопросами выживания и здоровья, или они обладают также и духовным значением и подтекстом? Они полны духовных применений. И испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Второзаконие 8.16 Итак, мы имеем весть о здоровье, как часть и составляющую чего-то целого. Но вы можете умереть в молодом возрасте, у вас может переехать автобус, и все остальные беды могут случиться с вами. Но все дело здесь в изменении ума. Мы участвуем в духовной войне, и поэтому здесь на кону стоит больше, чем просто еда, питье и заявление о том, что можно и что нельзя делать. Неемия 9.20 «И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Библия полна этого символизма. Псалтыр, 77 глава, 24 стих «И я дождил на них манну в пищу и хлеб небес дал им, хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Евреям 9.4 «Имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд, с манною, жезла аронов рассветший, что-то мертвое, что ожило». Только Бог может послать жизнь в что-то мертвое. Мы духовные мертвецы. Нам нужен Христос для того, чтобы оживить нас. Искрежали завета. Невозможно иметь царя без системы правления. Хлебопредложения также были еще одним символом. Они были ароматными, с приятным ароматом, а также они были бесквасны. Христос это приятный аромат бесквасности. В нем нет греха. Это и есть аромат, который мы призваны отражать. И здесь речь идет о чем-то большем, чем просто о еде и питье. Снова и снова они желали своих котлов с мясом, и их желудки становились их богами. Итак, еда и питье входят в духовную войну. И поэтому мы наблюдаем весь этот гнев, всю эту возбужденность людей разными вопросами. И как только вы попытаетесь поступить правильно, вас сразу же обвинят в законничестве и во всем остальном, что можно только придумать. Забудьте об этом. Меня не волнует, что люди едят. Я этим вообще не интересуюсь. Я просто открываю факты, а люди сами выбирают, что им делать. Жить по-прежнему или изменять образ жизни по причине здоровья. Но причина здоровья это всего лишь верхушка айсберга. Основное тело этого айсберга сокрыто под водой. Идет духовная война, в чем состояла первая битва в Эдеме в вопросе еды и аппетита. Возьмите, к примеру, искушение Иисуса. Разве не аппетит был главным фронтом этой борьбы? Очень важная тема. Она включает в себя больше, чем еда и питье. Пища для чрева, чрева для пищи. Еда для желудка, желудок для еды. Перед вами постулат Эпикура. Так думал Эпикур. Греки считали, что к телу не следует серьезно относиться, что оно бренно, и что вы вкладываете в это тело неважно, потому что оно умрет. А мы будем иметь духовное существование после этого. В вопросах секса они также не особо заботились о теле, потому что оно было только временной хижиной. Тоже произошло и в движении святой плоти. Они тоже считали тело временной хижиной, и поэтому передавались страстям. Итак, пища для чрева, чрева для пищи, но затем мы читаем слова Павла. Но мне нравится Павел. Он цитирует Эпикура и говорит, если такова ваша философия, то мне очень жаль, но Коринфяне вы не можете впитывать философию мира и избежать последствий. Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. То, что мы делаем, имеет значение. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. По словам филиппийцам 3.19. Давайте же оставим одержимость идеи о том, что еда имеет отношение только к здоровью. На здоровье она влияет, но это только часть того, что нужно знать. Книга чисел 11 глава. Пришельцы между ними, опять та же проблема, пришельцы и наплеменники стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясо. Я приехал из Южной Африки. Там курятина это овощ. Не найти человека, который бы не ел мясо, это считают просто безумным. Барбекю это национальная традиция. Вас считают сумасшедшим, если вы не примете в нем участие. Это тоже война. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. Это была не просто еда, а своего рода деликатесы и особенные блюда и такое проще. Разве это плохо употреблять лук, огурцы, чеснок и зеленый лук? Конечно нет. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. В коже ее подобен был вкусу лепешек с елеем, дословно свежего масла. Интересно наблюдать эти сравнения. Моисей слышал, что народ плачет в семействах каждой у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего. Чисел 11 глава. Господь отвечал, народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали в слух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать, но целый месяц, пока не пойдет оно из из ноздрей ваших. Господь имеет чувство юмора, не так ли? Пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы призрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? Мы прошли хорошее описание нас самих, мы все такие же. И говорил народ против Бога, против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умирить нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, ни души нашей, а противила эта негодная пища. Эта помешанность на сою все равно приведет к голоду. Разве вы не слышали такого? Вот почему бедная китайская нация страдает от голода, вот почему они вынуждены приостанавливать рождаемость, чтобы предотвратить взрыв населения. Вы слышали о таких заявлениях? Они употребляют термины, путая их и меняя их местами, применяя термины, которые не имеют никакого отношения к делу и так далее. Не будем вдаваться в подробности. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал десять хомеров и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено. Очевидно, это было не так, как говорил один из наших профессоров, предполагая токсичную пищу. Они еще ели ее. гнев господьем возгорелся на народ и поразил господь народ весьма великую язву. И нарекли имя место сему Кеброд Готава, ибо там похоронили похотливый народ. Это большое название местности имеет женский род и множественное число. Не думаю, что это имеет значение. его значение таково могилы желающих. Могилы желающих. Они умерли, потому что предались похоти. Люди всегда говорят, ну, нет в Библии доказательств тому, что мы должны быть вегетарианцами. Об этом говорит только дух пророчества. Нет, Библия также об этом говорит. Первоначальная диета нам показана предельно ясно, не так ли? Будущая диета в книге Исаии также дана нам в Библии, не так ли? И когда мы смотрим на типологию, картина проясняется еще сильнее, потому что в прообразной истории Бог всегда делал свой народ вегетарианцами. Затем, когда типология была уже в прошлом, была неактуальной, мы видим, что Бог вывел их из Египта, что указывает на призвание нас в свой свет. Он проводит нас через опыт пустыни, а затем говорит, как и в типологии, о вегетарианстве. он сделал их вегетарианцами, а они жаловались, роптали и плакали. Он слышал их плач, но не был доволен им. Точно так же он слушает и наши недовольства. Рад ли он слышать их? Нет. И будут могилы тех, кто предался похотям, буквальные могилы буквальных людей, умерших от болезней и по другим причинам. Слово плоть в Библии символизирует неосвещенную природу. Мы ведем войну против плоти. Разве не так гласит Библия? Поскольку это символ неосвещенной природы, Амана символизировала освещенную природу. В этой истории много глубины. Ожидая возвращения Моисея, они могли бы размышлять над Законом Божиим, который слышали, но затем они начали бунтовать. Они не захотели тратить время на приготовление своих сердец, а ведь если бы они искренно стремились получить ясное представление относительно Божественных требований и смирили бы свои сердца перед ним, то были бы защищены от искушений. Они этого не пожелали. Они стали беспечными, невнимательными, необузданными, тем более, что среди них было много иноплеменников. Они нетерпеливо ожидали момента, чтобы снова отправиться в путь к обетованной земле. Некоторые из них предлагали вернуться в Египет, но какое бы ни было решение, народ решил больше не ждать Моисея. Таким было и отношение, о котором мы говорим. Люди вновь начали требовать мяса. Мы видим прогресс их деградации. Суммируя намерения исхода, мы можем сказать, что призыв «выйди из нее, народ мой» имеет целью привести народ обратно к источникам. Бог желает взять нас за руку там, где мы оказались, и возвысить нас на высоту, не правда ли? Иисус сказал «вначале не было так», когда иудеи спрашивали его о разводе и его последствиях. «Вначале не было так». Бог допускал многое по причине жестокосердия народа, и те, кто желает войти в новый рай, должны вернуться по тем же ступенькам, по которым мы спускались в нашем бунте и отступлении. И наплеменникам, сопровождающим израильтян от Египта, не было разрешено располагаться станом вместе с остальными коленами, они должны были размещаться подаль, и потомство исключалось из-за общества Господня до третьего поколения. Взглянем, где сегодня в адрентизме находятся иноплеменники. Должно быть, это те, кто нашли ошибки в божественном водительстве, данном в Библии и Духе пророчества. Они говорят, Господь откладывает свое пришествие, и сближаются с миром. Давайте взглянем на них. Не будьте так же идолопоклонниками. Если мы еду ставим выше духовности, то разве это не идолопоклонство? Да, это идолопоклонство. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть» или заниматься спортом, другими словами. Входит ли сюда те, кто придает спорту важное значение? Да. Не станем блудодействовать в духовном либо буквальном смысле, как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщить их, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы. Вот что они делали. Вообще-то Библия говорит, что они настолько предали своей похоти к мясу, что наименьшее количество собранного ими было 10 гомеров. Это огромное количество мяса. В книге Псалтыр, 77 глава стих 18 сказано «Искушали Бога в сердце своем, снова мы видим духовное значение, требуя пищи по душе своей, да словно по похоти своей. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой, и Он исполнил прошение их, но послал язву, точнее худобу на души их». Псалтыр, 105 глава 14 и 15 стих. Речь идет о духовной смерти, о пустоте, поэтому питание это не только вопрос еды и питья, питание это фронт духовной борьбы и проверка вашего выбора. Хотя эта пища вовсе не являлась наилучшим средством поддержания здоровья, Бог напитал ею людей, говорится в книге Патриархии и Пророки, так как они настойчиво просили об этом. Их не удовлетворяло то, что служило их благу. Мятежные желания были исполнены, но какими страданиями они расплачивались за все это. Алчно набросившись на еду, они были вскоре наказаны за свою неумеренность. Поразил Господь народ весьма великою язвой. Немало людей оказались сражены ужасной лихорадкой, а самые злостные виновники заболели сразу же, как только попробовали пищи, которые так вас делили. Здесь более детальное описание. Не все умерли от этого, иначе никого бы не осталось. Кто-то роптал больше других. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21 34 Этот текст интересен, потому что в нем есть определенные связи. грех бунта, обжорства и пьянства. Грехи одного и того же уровня. Тот же уровень. Тот же самый человек, прибежавший с криками ко мне, я просто привожу пример. Я не называю никаких имен. Мы вместе с ним ездили в супермаркет, когда нас туда повезли. Мы ходили по магазинам, по пути назад. Какие странные люди есть в нашей церкви. С нами в автобусе был чернокожий человек из Африки. Этот человек сидел возле чернокожего на заднем сиденье. Он доставал и показывал то, что купил. Я думаю, что он делал это из лучших мотивов, желая послужить нам, кто с ним едет в автобусе. Он показал на особую посуду для того, чтобы из нее пить мартини. И он объяснял чернокожему, как он пьет мартини. И что эта посуда очень удобна для этого. Но забавно было при этом наблюдать за выражением моего чернокожего коллеги из Африки, за выражением лица, откуда этот человек к нам попал. И в нашей церкви все это присутствует. Другой человек на этой же конференции редактор одного из наших журналов, редактор адвентистского журнала, не верит в дух пророчества, верит в эволюцию, а не в сотворение мира. Когда его спросили, что происходит с человеком после смерти, он ответил, что не знает. Возможно ли, что вы сразу же попадете на небеса? Возможно. Почему вы соблюдаете субботу? Потому что я родился адвентистом. А если бы вы родились с католиком, все было бы нормально? Конечно. Со мной был бы полный порядок. Почему же вы не соблюдаете воскресенье? Потому что я 27-го дня. Он не верит в состояние мертвых, не верит в субботу, не верит в сотворение, не верит в дух пророчества абсолютно, но он редактор одного из наших журналов. Интересно, не правда ли? А видеть то, что у людей на тарелках просто изумительно. Если у кого будет буйный сын и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйен и непокорен не слушает слов наших мод, то словно обжора и пьяница». Эти два греха стоят на одном уровне – еда и питье, чревоугодие и пьянство. Они будут есть и пить, говорит Иисус. Слово обжора здесь означает похмелье от переедания такое же, что и от пьянства. Все эти вещи мы находим в Библии для нашего духовного благополучия. Итак, реформа здоровья предусмотрена не только для нашего физического благословения, но для духовного благословения. И даже если вы воспринимаете ее как что-то болезненное, то она не сможет исполнить свое подлинное предназначение. Здесь должна быть добровольность, исходящая из сердца. И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Конечно, принятие вести о здоровье принесет физическую пользу. Свет, который был послан мне в прошлом и будет послан в будущем по вопросам питания, должен быть для его народа таким же насущным, что и манна для Израиля. Манна не спадала с небес, и народу и готовить ее к употреблению. Так и в различных странах мира свет будет дан Божьему народу и здоровые блюда, адаптированные для этих стран, будут готовиться. Сегодня у нас нет никаких оправданий в этом смысле. Когда мы стали адвентистами определенное количество лет назад, на рынке не было ничего. Сегодня там есть все. Там есть веганский сыр, веганский майонез, веганское то, веганское это. Разве не так? Никаких проблем. Все есть. Можно покупать и готовить. Единственное, что может нас от этого удерживать, это наш ум. Нет никаких других причин отказываться от этого выбора. Члены каждой общины должны культивировать такты простоту, которыми их наделил Бог. У Господа много разума и навыков для тех, кто будет использовать свои способности в попытках научиться совмещать произведения земли для приготовления простой, легкоприготовляемой здоровой пищи вместо мясной диеты, чтобы люди не имели никаких оправданий для употребления мяса. И если такая страна, как Ефиопия, не имеющая ничего, повторяю, ничего, может это сделать, то тем более можем мы. Верно? Мы можем сделать это. И Господь будет учить послушных Ему. Крупы, фрукты, овощи, орехи содержат все необходимые нам вещества. Где здесь витамин В12? Если мы придем к Господу в простоте ума, Он научит нас приготовлению цельной пищи, свободной от всяких мясных продуктов. Это дух пророчества. Неужели эти слова устарели? Я не собираюсь давать лекцию о здоровье. Я уже проводил ее. Цель моя не в этом. Даже в мире, где духовные аспекты полностью упускаются, понимают определенные преимущества отказа от мяса. Исследования показывают, что мясо вызывает рост раковых опухолей. Статья за 1 декабря 2008 года написана Шерри Бейкер редактором журнала «Науки о здоровье». Этот автор публикуется во многих изданиях, таких как «Новости недели», «Здоровье», журнал «Атланты», «Конституция», журнал «Йога», «Оптометрия», «Атланта», «Артыр сегодня», «Натуральное исцеление», «Омни», «ЮСЛА», «Здоровые годы», «Фокус на здоровье», «Советник по мужскому здоровью». Этот человек хорошо известен в мире, чтобы сомневаться в его статье. «Если вам нравится есть мясо, подумайте об этой, несоответствующей аппетиту истине. Когда вы поглощаете сочный свежий стейк или гамбургер, вы сильно содействуете воспалению клеток, ведущему к раку в вашем теле. Она предоставляет все данные, зафиксированные в Национальной Академии Наук. Весь мир имеет доступ к этим данным. Я не буду углубляться сегодня в науку. Мы проводим не научную лекцию, а духовную лекцию. Люди всегда мне говорят, «А что такого страшного во всем этом? Я ем только мясо свободно пасущихся животных и их яйца. И курятин. Я говорю, это интересно, я очень рад за вас. Слышали ли вы о коровьем бешенстве? Да. Мы слышали о коровьем бешенстве. Но забудем о коровьем бешенстве. Затронем только вирус. Вы слышали о птичьем гриппе? Да. Это вирус. Не слышали ли вы о свином гриппе? Да. И это вирус. Слышали ли вы о лошадином бешенстве? Да. И это вирус. Слышали ли вы о энтеровирусной болезни? Это тоже вирус. Птичий, свиной, лошадиный грипп и так далее. Слышали ли вы о фасолевом гриппе? Фасолевый грипп. Бобовый грипп. Я не слышал никогда о бобовом гриппе. Может быть, томатный грипп вам известен? Может быть, томатное бешенство? Нет. Если бы было такое, что мы бы уже услышали об этом. Но зачем вообще говорят о свином гриппе, о птичьем гриппе и так далее? Потому что в прошлом эти болезни были ограничены пределами животного мира. Птицы заражались птичьим гриппом, поэтому грипп назван был птичим. лошади – лошадиным гриппом, и поэтому грипп был назван лошадиным, свиньи – свиным, и поэтому он назывался свиным. Но сегодня уже не так. Эти вирусы трансформировались. Они к тому же стали смертельными. И большинство из них стали энцефалическими. Это значит, что они поражают мозг, награждая его мозговой лихорадкой. Вот почему целые народы, города будут уничтожать каждого цыпленка, теряя миллиарды долларов, будут сжигать их. Британия будет уничтожать все поголовье скота и сжигать его, и говорить вам, это всего лишь мера предосторожности. Они не говорят, почему это делается. Это делается по причине энцефалита, воспаления мозга. А эта болезнь весьма нежелательна, потому что вы превращаетесь в овощ, если, конечно, вы выживаете от нее. Эти вирусы переходят от животных к людям. И этот вирус не спрашивает о том, какой здоровой пищей вы кормите своих кур. Вирусу все равно. Даже ваши домашние куры могут им заразиться, не говоря уже о курах, пасущихся на воле. Ваши яйца от кур, пасущихся на воле, тоже заразятся, и болезнь будет увеличиваться пропорционально беззаконию людей. Видим ли мы это в наше время? Да, конечно. Я сейчас покажу вам это пророчество. Даже мир говорит, прекратите есть мясную и молочную пищу. Такой вывод этих исследований. А мы знаем об этом уже 120 лет. Но сегодня людям, проповедующим веганство, закрывают рот. Церковь не советует веганство. Церковь проповедует о волакто-вегетарианство. Эти исследования подводят к выводу о необходимости переходить на средиземноморский вид диеты с большим количеством фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, оливковых масел и орехов. Мы будем об этом же считать. Думаю, что эти люди просто скопировали эти советы у одной маленькой леди, говорившей о том же. Не курите и избегайте пассивного курения, которое может содействовать воспалению. Проверьте употребляемые вами масла. Избегайте употребления трансжиров, вызывающих опухоль. Мы уже упоминали эти сведения в прошлых лекциях. Сегодня речь не об этом. Сбрасывайте вес, который усугубляет положение согласно исследованиям. Мы об этом знаем. Чтобы справляться со стрессами, занимайтесь медитацией и йогой. Это советы мира. Они поняли все верно, кроме духовного аспекта. Вот что нам нужно проповедовать мир. Вот наша ниша. Итак, реформа здоровья это не просто еда и питье. Все законы здоровья должны соблюдаться, если мы собираемся иметь здоровый ум и тело. Мы предостерегаем не переедать, даже употребляя пищу лучшего качества. Мы также предостерегаем экстремистов не устанавливать ложные стандарты, чтобы затем всех приводить в соответствие с ними. Людей. Я люблю дух пророчества. Экстремисты никогда не будут цитировать этот текст в нашей церкви. Они будут его игнорировать. И именно из-за человек, из-за людей, любящих крайности, в нашей церкви существует такая большая оппозиция. Но, знаете, бунт заразителен. Мы все равно об этом заразились. Те, кто имеет частичное понимание принципов реформы, чаще всего проявляют суровость, пытаясь не просто соблюдать эти принципы самостоятельно, но склонять к ним свои семьи и своих ближних. То, что мой ближний кладет себе в тарелку, не имеет ко мне никакого отношения. Мое дело проповедовать Евангелие, говорить о том, что верно, а что нет, но я не имею права делать выбор за этой человеком. Нам нужно научиться этому в нашей церкви. Влияние ошибочных реформ проявляется в их слабом здоровье, а усилия насильно навязать свои взгляды другим содействуют распространению ложных идей о реформе питания, ведя людей к отвержению всей вести о здоровье целиком. я провел интересное наблюдение. Экстремальные реформаторы, в кавычках, которые все делают совершенным образом, выглядят больными. Они бледны, измождены. Выражение их лиц говорит само за себя. В конце концов, по ним не скажешь, что они счастливы, они несчастны. Они совершенно несчастны, потому что они собирались склонить весь мир к принятию их идей. Заметьте, их сосед может есть точно такую же пищу, без всяких отличий, но делать это не под таким мотивом и быть здоровым, счастливым и не напоминать соломинку. Поэтому немалую роль играет умственный аспект. Мы видели это много раз. Поверьте мне, своими лекциями я привлекаю многих людей, впадающих в крайности. Те, кто принял наставление о скверном воздействии мясной пищи, чая, кофе, жирной и нездоровой пищи, приготовленной неверно, и кто твердо решил заключить завет с Богом при жертве, не будут потакать своему аппетиту, принимая нездоровую пищу. Это духовный вопрос. Бог требует очищения нашего аппетита. Самоотречение должно проявиться в отношении того, что не приносит пользу. Разве это не библейских принципов? Разве это не типология в своем исполнении? Конечно, да. Но эти вопросы сегодня могут разорвать церковь на куски. Существуют фанатики, которые возбуждают раздор на этом фоне, которые только и твердят о непослушании. церковь. не хочу быть таким человеком в церкви. Но мы неизбежно станем такими людьми без здравого подхода. Некоторых хочется попросить положить в свою тарелку хоть что-либо вкусное время от времени. Веганская диета это образ жизни, к которому Бог ведет свой народ, независимо от того, какие авторитеты возражают против этого. Даже если этому будет возражать самая высокая власть в церкви, меня это не волнует, потому что Бог ведет нас к этому образу жизни. Такой была первоначальная диета, и такой будет будущая диета, и такой будет диета прямо перед пришествием Иисуса. У меня большой опыт за плечами, но его порой нужно сдерживать. Нам нельзя делать отношение к мясу критерием для членства в церкви. Это не критерии для членства в церкви. Я не имею права сказать кому-то тебе до святости далеко, потому что ты ешь мясо. Это не мое дело. Это Божье дело говорить об этом. Но нам нужно принимать во внимание то влияние, которое называющие себя верующими оказывают на других. Представьте себе, если бы кто-то увидел меня кушающим стейк. Мое влияние сведется к нулю, правильно? Сама суть вести сведется к нулю. Я стал бы камнем преткновения. Поэтому мне нужно относиться к себе строже, чем к вам и к кому-то другому. Поэтому не будем делать из мяса стандарт святости. Просто мне нужно быть очень осторожным. Взгляните на эту цитату. При использовании молока оно должно быть тщательно стерилизовано. Интересно взглянуть на время и хронологию этих высказываний, которые я здесь не привожу. С этой меры предостережения существует меньше опасности заболеть от его употребления. Это реальное утверждение. Масло менее вредно при намазывании на холодный хлеб, чем при использовании в приготовлении пищи. Автор еще не знал об оксидантах свободных радикалах. Но как правило лучше совсем отказаться от его употребления. сыр еще более вреден. Он полностью непригоден в пищу. Сыр никогда не должен попадать в желудок человека. Нам знакомы эти утверждения? Какова же наша официальная позиция? Ова лакта вегетарианца. Сыр. Мы едим сыр, пока он не полез из наших ушей. Но он полностью непригоден в пищу. Совершенно непригоден. Я сегодня не даю научную лекцию по этому поводу. Вы можете посмотреть ее в другом видеосюжете. Было решено, пишет Уайт в одном интересном письме, на одном из лагерных собраний, что сыр не будет продаваться на нашей территории. Но придя на нее, доктор Келлок к своему удивлению обнаружил, что большое количество сыра было доставлено для продажи магазины. Он и некоторые другие возразили против этого, но владельцы магазина сказали, что сыр был куплен согласие брата такого-то, и что они не могут позволить себе потерять деньги, вложенные в это дело. Доктор Келлок спросил о цене сыра и выкупил всю эту партию сыра. Он проследил все причинно-следственные связи этого вопроса и знал, что определенная пища, которую в обществе считают здоровой, на самом деле очень опасна. В отношении сыра я даже не уверен в том, что за последние годы мы хоть раз накрывали наш стол едой с сыром. Мы никогда даже не думаем делать сыр частью нашей пищи, не говоря уже о его покупке. Имеем ли мы твердое основание в отношении сыра? Я думаю, что имеем. Масло скоро уже вовсе не будет приносить пользу, а спустя время молоко станет полностью ненужным. Эти слова были написаны в 1901 году, ибо количество болезней и количество животных возрастает по мере возрастания беззакония среди и все те новые болезни, появившиеся в нашем мире. Настанет время, когда небезопасно будет есть яйца, молоко, сливки и масло. К тому времени сыр уже был забыт вместе с мясом. Вы меня, конечно, извините, но как назвать этот образ питания? Если вам недостаточно этого, давайте взглянем на еще одну цитату. Согласно посланному мне Свету через весьма короткое время нам необходимо будет отказаться от упрямления всякой животной пищи. Разговор окончен. Меня как-то вызвали и сказали «У нас проблема. Вы в своих проповедях совершенно противоречите тому, чего придерживается церковь. Не могли бы вы воздержаться от проповеди на эту тему?» Я ответил «У меня тоже есть небольшая проблема». Она заключается в следующем. Университет Гарварда проповедует это. Центр питания при Кембриджском университете учит этому. Я показал это в своих собственных исследованиях со своими студентами-выпускниками, которые закончили Гардвард как следствие этих исследований. Библия говорит об этом, и Дух Пророчества говорит об этом. Я показал им эти слова. Они не сказали ни слова. К счастью, среди них оказался один человек, верующий в это. Он сказал «Проповедуй это, брат». Наша церковь просто еще не достигла этого времени. Разве это не забавно? Даже молоко нужно будет устранить. Болезни возрастают большими темпами. Проклятие Божье постигает землю по причине человека. Привычки и дела людей привели землю в такое состояние, что другая пища, кроме животной, должна прийти ей на замену для человеческой расы. Нам совсем не нужна мясная пища. Бог может дать нам замену. Бог одарил нас большим изобилием. Разве вы страдали от недостатка питательных веществ здесь у нас в нашем заведении? Я не страдал. Не знаю никого страдающего. В пустыне была только одна мана, но ее было достаточно. Нет безопасности в употреблении плоти мертвых животных, и в скором времени коровье молоко тоже будет исключено из питания народа, соблюдающего Божьи заповеди. В скором времени будет небезопасно есть что-либо приходящее из животного мира. Для меня этот вопрос уже выходит за рамки всякого сомнения. Мои исследования доказывают это, другие исследования доказывают то же самое. Библия говорит об этом, Дух Пророчества говорит об этом. Даже если Папа Римский скажет, что я не должен это проповедовать, я буду этому учить. Мне нравится следующая цитата. Невозможно жить слишком просто, занимаясь изучением так интенсивно. Это пишет Элен Вайт. Твой отец и я бросили употреблять молоко, сливки, масло, сахар и мясо полностью, когда приехали в Калифорнию. Я бы не назвал этих людей лактовегетарианцами. Мы сейчас имеем гораздо более ясный ум и здоровое тело. Мы живем очень просто. Мы не сможем много писать, если не будем жить простой жизнью. На этом этапе истории земли употребления мяса бесчестит Бога. Это утверждение весьма красноречиво и категорично. К этому нужно прислушаться. Я желаю своим братьям и сестрам прекратить всякие споры в отношении Б-12 и так далее и проявить простое послушание. Я соблюдаю веганскую диету уже 23 года. Я сам проходил все исследования на Б-12 и все остальное. Мои дети просто гиганты. Я карлик по сравнению с ними. Они выросли на веганской пище. Не скажу, что сегодня они всегда придерживаются ее. Они также имеют свой характер, как и все остальные дети, но они выросли просто огромные. Это значит, что они получили все, что им необходимо. Именно употребление мяса и алкогольных напитков делают наш мир таким, каким он был во времена Ноя. Эти продукты возбуждают низкие страсти человека, делая людей животными. Что-то происходит в уме людей от этих продуктов. По такая низким страстям, человек деградирует в теле, душе и духе. Не шокирует ли вас выражение употребления мяса бесчестит Бога? Как насчет служителей, которые так поступают? Пусть ни один из наших служителей не подает пример употребления мяса. Я присутствовал на многих и многих съездах. Можно было на пальцах посчитать тех наших служителей, кто не ел мяса во время этих массовых встреч, и то, если вам повезет их увидеть. Порой одного пальца на руке было достаточно для того, чтобы посчитать таковых. Разве это не печально? Разве это не удивительно? Разве стоит удивляться настоящему духовному состоянию нашей церкви? Пусть они вместе со своими семьями воплотят в жизни реформу здоровья? Это и есть обращение к служителям нашей церкви. Обратитесь, обратитесь, давайте не будем бесчестить Бога. Это не имеет отношения к фанатизму. Забудьте о том, что об этом говорят люди. Они по разным причинам могут говорить, делая то и не делая этого. Поступайте верно, потому что Бог так говорит. Он знает лучше, Он любит вас, и Он знает, о чем говорит. Мы уже не можем поступать так, как поступали в прошлом в отношении мясной пищи. Она всегда была проклятием для человеческой семьи, но сейчас она подпала под особое проклятие, которое Бог произнес на животных полевых по причине грехов и преступлений людей. Мясная пища не становится и не станет лучше. Правда заключается в том, что она будет становиться хуже и хуже. Мир знает об этом больше, чем опасная привычка, которая подобно другим грехам вредит душе. Опять мы имеем дело с умом человека. Наши европейские общины подают настоящий кофе на каждом служении. Выходя в фойе, вы можете выпить там чашечку кофе. Трудно найти руководителя европейской церкви, который не пил бы кофе. Они все пьют этот напиток. Как же мы сможем достичь нужного уровня духовности при таком состоянии нашей церкви? Я не осуждаю их. Я призываю их подумать о том, следуем ли мы по стопам Израиля. Мы идем точно таким же путем. Далее сказано, их любимые идолы создают искусственное возбуждение и нездоровые проявления нервной системы. И после окончания действия этих стимуляторов, их состояние опускается до точно такого же уровня, каким оно было до их употребления. Вы знаете, для женщины с образованием в три класса, эти высказывания довольно уникальны, принимая во внимание время, в которое они были написаны. служители и народ должны действовать согласованно. Божий народ не приготовлен для громкого клича третьего ангела. Мы слышим довольно неприятные слова. Они должны сделать то, что за них не будет делать Бог. Он поручил это дело им. Это их личное поручение. Ни один не может сделать это с другого. Имея эти обетования, очистим же себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Религия это не только пища, а гораздо больше ее. Но пища имеет здесь весьма важную роль. Чтобы приготовиться к переселению, народ Божий должен познать себя. Они должны понять свою физическую природу, чтобы воскликнуть вместе с псалмистом «Буду славить тебя, ибо я дивно устроен». Это вопрос ума. Это серьезно. Господь в своей мудрости решил привести свой народ к такому состоянию, в котором они будут отделены от мира в духе и на практике. Невозможно тем, кто подростует аппетиту, достичь христианского совершенства. Вы теперь видите, почему наши общины находятся в таком состоянии, в состоянии иноплеменников Израиля. Истинное воздержание учит нас полностью воздержаться от всего вредного и использовать строго только то, что приносит пользу. Мы рассмотрели типологию. В ней Бог выводит народ из Египта, делает из них вегетарианцами. Они ропщут, жалуются, бунтуют и так далее. Но в этой типологии Он приводит их в Ханаан, приводя их к такому образу жизни, которым жили Адам и Ева до грехопадения. После завершения этой прообразной истории, они снова вернулись к употреблению мяса. Если во время прообразного периода были такие ропоты и недовольствия, Бог говорит, ешьте, что желаете и умирайте. Вот что Бог фактически сказал. Рассмотрим еще одну типологию из книги Даниила. Между ними были сынов из Иудинах Даниил, Анания, Месаил и Азария. Даниил в переводе судимый Богом. Анания Бог благоволит. Месаил похожий на Бога и Азария Бог помог. В этих именах весь план спасения в нескольких именах. Судимый Богом это Божий народ. Бог простер к нам свое благоволение. Он желает сделать нас подобными Ему. И Он помогает нам этого достичь. Разве не изумительно, как Бог записал свой план спасения в этой прообразной истории с использованием реальных людей? Лаодикия судимый народ. Это мы. Исполнение этого прообраза в народе последних дней. Характер Даниила сияет на весь мир как изумительный пример того, что Божья благодать может сделать с людьми, падшими по природе и деградированными из-за своих грехов. Записи о его благородной жизни к самоотречению являются ободрением для всего человечества. Из них мы можем получить силу для того, чтобы благородно противостоять искушениям, чтобы твердой скоротостью и благодатью стоять за правду в тяжелейших условиях и испытаниях. Те, кто пользуется своими возможностями, кто входит в правильное отношение с Богом, получат такую же награду, что и Даниил. Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского. В сердце или в уме? Это решение охватило всю личность и вином, какое пьет царь, потому что просил начальника Евнухова о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухова. И начальник Евнухов сказал Даниилу, боюсь я господина моего царя. Даниил сказал, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся при тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей и затем поступай с ровами твоими, как увидишь. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Я наблюдал то же самое много раз, даже за своим столом. Когда люди приезжали в гости и они были несчастными и больными. А уже через десять дней они выглядели совершенно по-другому. Они даже сами это замечали. Я наблюдаю это очень много раз. И с тех пор овощи и вода для питья, о которых они попросили, пишет Эллен Уайт, были в последующее время пищей Даниила и его друзей. Это очень важное заявление, потому что некоторые люди в нашей церкви говорят, это было предназначено специально для времени поста. Нет, это было едой Даниила и его друзей. И в этом типология Божьего народа, о чем мы будем говорить немного позже в другой лекции. Итак, здесь мы имеем прообраз последнего времени. Даниил прообразный представитель народа Божьего, который будет жить в лаодикийском состоянии, судимого народа. Его пища была вегетарианской, какой должна быть их пища, тоже вегетарианской. Это просто. Типология совершенно. Даниил и его друзья с самых первых дней в царском дворце проявляли более сильную проницательность, более здравый и точный рассудок, чем все мудрецы в царстве Вавилонском. Это напрямую относится к проницательности. Вот почему полная трансформация имеет отношение к проницательности. Его ясность ума и твердость намерений, его сила интеллекта в обретении знаний в большой степени связана с простотой его пищи и с его молитвенной жизнью. Он ежедневно питался еще и небесной маной. Сам же Бог мира да светит вас во всей панглоте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Освящение, показанное в Писании, включает в себя всего человека, дух, душу и тело. Нам нужно целостное освящение всего человека. Пророк Даниил был примером истинного освящения. Его долгая жизнь была полна благородного служения своему Господу. Он был человеком весьма возлюбленным небесами, но вместо того, чтобы называть себя святым и чистым, этот почтенный пророк отождествил себя с грешным Израилем. Мы поговорим позже еще и об этом. Иов сказал, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Понимая святость Божью, апостол Павел восклицает, «Бедный я человек». Мы можем рассмотреть всех этих людей. Никто из них не назвал себя святым, подобно тому человеку, который явился ко мне домой с чемоданом и сказал, «Смотри, я святой, потому что я больше не ем сыр». Не могу поверить в то, что все это со мной происходит. Наверное, я нуждаюсь в этих примерах. Многие считают, что не могут прожить без мясной пищи, но если бы они заняли сторону Господа, приняв твердое решение ходить во свете его водительства, они бы получили силу и мудрость подобно Даниилу и его друзьям. Знаете, кто-то меняет мясо на сыр или на молоко и так далее. Но необходимо оставить все, что навредит. Мы направляемся в Ханаан. Там вы это есть не будете. Если там этого не будет, зачем есть это здесь? Как много людей отказываются ходить в гармонии с Богом. Вы сами видите это. Иоанн Креститель, мне нравится его история. Он назван Ильей, исполнением этого прообраза. Мне нравится это высказание. Сын человеческий пришел ест и пьет. Иоанн пришел не ест и не пьет. Он жил так, как должен был жить Самсон. Что же означает это выражение? Сын человеческий пришел ест и пьет. Неужели Иисус был обжоры чревоугодником? Ел ли он мясо? Да, ел. Ел ли он рыбу? Да, ел рыбу. Если Иисус ел мясо, то и мне можно его есть, кто-то скажет. Я слышал эти слова сотни раз от служителей нашей церкви. Это их главный аргумент. Сын человеческий пришел ест и пьет. Иисус пришел и отождествил себя состоянием падшего человечества. во время его пришествия. Он даже ел то же, что и они. Его народ был идейским народом. Они не ели ничего не чистого. Земля не была такой загрязненной, как сейчас. Но чего же он ожидал в своей типологии вегетарианской диеты? Что показывает нам прообразные личности Даниила, народа израильского и так далее? Иоанн Креститель гораздо более интересный пример. «Сын теоретический пришел, если пьет. Он отождествил себя с нами и говорят, вот обжора, пьяница, друг мытарям и грешникам, но мудрость оправдана ее детьми». Иисус также сказал, что его ученики будут отличаться от других. Они будут поститься, когда настанет время, но когда жених был еще с ними, этого не было. Иоанн Креститель отделился от своих друзей, от комфортной и роскошной жизни. Он имел простую одежду, важна ли форма в вопросе одежды? Думаю, что важна. Мы читаем из Духа Пророчества. Его пища Дух Пророчества пишет, его пища была исключительно растительной, акриды и дегемиот. Неужели мы читаем противоречие? Да или нет? Если его пища была полностью растительной, то что такое акриды? Это кузнечики или это лакуста? Саранча. В новом переводе Короля Якова на полях вы прощете слово кароб – пища святого Иоанна. Речь идет о растении семейства кузнечиковых, особо в виде бобовых. Он был вегетарианцем, его пища чисто растительная, акриды и дикий мед была упреком для потворства, аппетита и обжорства, которые царили повсюду. Великая тема реформ будет острой. Воздержание во всем должно сопровождать нашу весть. Иоанн был типом Ильи-Антитипа, то есть представителем вас и меня. Он был вегетарианцем. Вспомните историю о блудном сыне. Он закончил свой путь среди свиней, кушая их рожки. Что же это были за рожки? Это были плоды рожкового дерева, еда бедных людей. Бедные часто говорят, что их диета ограничена из-за их бедности и они нездоровы. Нет же, мы чрезвычайно богаты. Мы богаты. Итак, Иоанн Креститель был вегетарианцем. Само отречение, смирение и воздержание требующихся от праведников, которых бог особым образом ведет и благословляет, должно быть явлено народу в контрасте с экстравагантными привычками, уничтожающими здоровье. Любой нарушающий нравственные обязанности в вопросах еды и питья готовит путь для нарушения требований божьих в отношении вечных интересов. Настало время смотреть на реформу здоровья в ее духовной перспективе, не для того, чтобы становиться полицейским, но здравой личностью. Пища Иоанна чисто вегетарианской диеты была упреком. Мы читаем в другом утверждении то же самое. Иоанн был назареем. Он принял обед назареством. Что означает это слово? Оно означает отделенный, посвященный, отделять, освящать для религиозного или церемониального использования. Иоанн праздновали Великий День Искупления. Это был День Поста. Чего же они не ели в День Поста? Они не ели мясо. Мы живем в антитипичный День Искупления. Мы живем во время бессрочного Поста до самого пришествия Господа. Итак, в каждой типологии, когда она содержит весть для Божьего народа последнего времени, или в типологии их хождения с Богом, веганская диета провозглашается в Библии. Так основана ли эта диета на Библии? Она исходит из Библии, я в этом убежден. Принявший обед назарейства, продолжав жить обычной жизнью в обществе, кроме его воздержания от всех продуктов винограда, его нестриженной головы, его воздержания от приближения к мертвым телам. То есть, все, что делал Самсон, не делал Иоанн Креститель. Он был совершенным. Находился ли Иисус сегодня под таким обетом? Находится ли Иисус сегодня под таким обетом? Да, находится. Он сказал, не буду впредь пить от плода виноградного до тех пор, пока не объединюсь с вами. Вы читали это? Итак, Сын Человеческий пришел, ел и пил с людьми, чтобы достичь их там, где они находятся в их состоянии на то время, но и Он имел своих представителей, которые показывали Его волю для нас. И Он сейчас находится под обетом этого Назарейства. Если бы Иисус пришел сегодня, ел бы Он мясо или нет? Он не ел бы мясо. Уже не то время. Зачем давать нам все эти прообразные примеры, если бы Он сам их попирал? Некоторые подобно Самуилу и Иоанну Крестителю были Назареями всю свою жизнь. Некоторые принимали обет на определенный период времени. Это интересно. Многие свидетельствовали жизнью о своей свободе в Господе, о свободе не от искушений, ибо они противостояли им каждый день. Они верили в то, что их грехи были прощены. И мы можем верить в то же самое. Многие заявляют о своем освящении, в то же время, как сами доказывают, что они далеки от истинного освящения. Будем остерегаться людей, которые трубят о своей праведности, потому что своей праведности не бывает. Наше дело быть тихим примером, чтобы помочь людям наладить свой здоровый образ жизни для своей духовности и здоровья. Наш Спаситель всегда осуждал самоправедность. Он учил своих учеников, что высочайшая религия проявляет себя в тихом, ненавязчивом поведении. Давайте иметь баланс в этом вопросе. Давайте не будем осуждать и надоедать тем, кто поступает не так. Будем сбалансированными людьми. Будем приятными, нормальными людьми, с которыми можно общаться. Иисус увещевал их совершать свой долг тихо, не для показухи, не для того, чтобы люди прославляли их, но для славы Божьей, ожидая получить награду потом. Если нам встречаются люди, бунтующие с этой вестью, будем помнить о нашем бунте в свое время. Я всегда говорю, что встречаясь с человеком с 50 серьгами на ксу, я знаю, что он нуждается в моем служении. Это человек нуждающийся. Видя чревоугодника, я знаю, что он также нуждается в помощи. И вы знаете, что кроткий ответ отвращает гнев. Просто обнимай этого человека, просто принимай его. Вы увидите, что эти люди легко меняются, они подобны маслу. Просто им нужно дать хоть немного любви. Библейское освещение не связано с сильными эмоциями. В этом вопросе многие заблуждаются. Они считают чувства своим критерием. Чувствуя себя возбужденными и счастливыми, они считают это освещением. Несчастливые чувства, ни отсутствие радости не свидетельствуют не существует такой вещи, как моментальное освещение. Это труд. Истинное освещение это ежедневный труд. Вспомните манну. Труд, продолжающийся всю жизнь. Те, кто противостоит ежедневным искушениям, превозмогая свои греховные наклонности, ища святости сердца и жизни, совсем не будут хвастаться своей святостью. Они жаждут и алчат праведности. Грех открывается им чрезвычайно грешным. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженных Господом. Настало время окончательного суда. Те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мишей, все погибнут, говорит Господь. Это будет. И еще. Священники ее нарушают закон и оскорняют святыни мои, не отделяют святого от даже среди Божьего народа. Я был в стране Восточного Блока. Какой кошмар. Первосвященник, так сказать, президент Униона, или по меньшей мере, один из руководителей Униона, пригласил меня на ужин. На его тарелке были все ползающие, летающие, плавающие твари, которых вы можете себе представить, включая улиток, морских звезд и так далее. Там было все. На моей тарелке было несколько плодов брокколи и морковный салат. И вся его еда исчезла, прежде чем я взял вилку в руки. И я подумал о необходимости преподать лекцию о чистой и нечистой пище. Но он заснул на ней, сидя в первом ряду. Я подошел и крикнул ему в ухо. Но через несколько секунд он снова заснул. Я решил оставить его в покое. Возможно, ему надлежит умереть, не узнав об этом. 1 Коринфянам 10 31 Итак, едите или пьете или иное, что делаете, все делайте во славу Божьем. Наша церковь состоит из отдельных членов, не так ли? Не осуждаем ли мы всю церковь только потому, что в ней не делается то, что нужно? Бог имеет своих людей везде, и даже эти жемчужины в жалком состоянии. Разве не так? Мы все в жалком состоянии. Поэтому давайте пересмотрим эти вопросы, давайте сделаем наш образ жизни настолько привлекательным, привлекательным не только в физической сфере, но и в духовной сфере. Насколько мы сможем это сделать, чтобы нам не быть камнями преткновения ни для кого в нашей церкви. И тогда мы сможем сделать кое-что для Господа. Аминь. СПОКОЙНЫЙ СПОКОЙНЫЙ Субтитры создавал DimaTorzok